Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Ольга Илларионова. Заместитель и руководитель фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал правоохранительные органы обратить самое пристальное внимание на любые мероприятия с участием коллекторских агентств. ЛДПР, напомнил Ярослав Нилов, много лет последовательно занимает принципиальную позицию, направленную на полный запрет коллекторских агентств в России. ЛДПР занимает много лет принципиальную позицию, направленную на то, чтобы в России коллекторские агентства были запрещены. Есть федеральная служба судебных приставов, есть гражданско-правовые отношения. Если у гражданина или у юридического лица возникают долги, соответственно, в рамках судебных разбирательств и законам установленных процедур, все эти вопросы можно было бы решить. Но Государственная Дума пошла другим путем. К сожалению, был принят в 2016 году очень слабенький закон, который должен был направить работу коллекторов в нормальное русло. И мы видим, что происходит в деятельности коллекторов сегодня. До сих пор преступления, правонарушения, угрозы, насилие доходят до выпивающих случаев, когда ветераны Великой Отечественной войны пытались паяльником напугать, угрожая ему, если он не вернет свой долг. Сегодня в Москве бывшее здание Golden Palace проходит Организация Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств, проводит большое мероприятие, где со всей страны собираются представители коллекторских агентств. Учитывая наше крайне негативное отношение к коллекторам, при этом мы понимаем, что не все коллекторы действуют противозаконно. Мы считаем, что правоохранительные органы должны взять на карандаш всех участников этого мероприятия, потому как они входят в зону риска. Сегодня те методы, которые используются коллекторами по всей стране, это противоправные, противозаконные методы, люди напуганы, люди затрамбованы. И те, кто сегодня собирается в Москве, это те потенциальные представители организаций коллекторских, которые в дальнейшем будут дальше терроризировать наши граждане. Поэтому мы просим правоохранительные органы обратить внимание на этих участников. Я напоминаю, как и в Соединенных Штатах Америки, и в нашей стране в разные периоды истории боролись с криминалом, когда давали возможность все вместе собраться, а потом брали всех на карандаш и отслеживали их дальнейшую деятельность. Они сами себя проявили, и мы считаем, что такие люди, которые сегодня там собираются обсуждать свои якобы профессиональные темы, они их обозначили так – игры профессиональных взыскателей. Но вот паяльники, угрозы насилия – это их игры. Поэтому мы считаем, что этот разгул надо прекращать. И вот они сегодня локализованы, всех необходимо определить в зону риска и дальнейшую их деятельность жестко контролировать. И еще один момент, на который бы хотелось обратить внимание. Правительственный законопроект будет рассматриваться в первом чтении. Это серьезное изменение и реформирование практически всей социальной сферы. Предлагается новый инструмент, когда государственная или муниципальная услуга, она наряду с муниципальным или государственным учреждением, может быть реализована коммерческой структурой, некоммерческой организацией и физическим лицом. Предлагается две конструкции – это конкурс и аукцион, когда организация выигрывает, предлагая свои условия, либо система сертификатов. Фракция ЛДПР воздержится от голосования за это серьезное изменение социальной сферы. Мы понимаем, какие возможны риски, и несмотря на существующую договоренность с Минфином о том, как ко второму чтению этот законопроект править, мы все равно понимаем, что предоставить сегодня право наряду с государственными органами, с муниципальными органами, предоставлять услуги в сфере туризма, в сфере занятости, социального обслуживания, образования, здравоохранения – это может понести самые серьезные последствия. Идея может быть хорошая, но мы знаем, к сожалению, как это все реализуется там, на местах, в муниципалитетах. И хорошо, что Минфин согласился скорректировать формулировки, чтобы все это носило рекомендательный характер, но в любом случае, учитывая те замечания, которые повсеместно звучат в адрес действующего 44-го федерального закона о государственных закупках, сколько мы видим случаев, когда организации выиграют, предлагая наименьшую цену, но страдает качество. В этих условиях подобную инициативу мы поддержать не можем и предупреждаем о тех возможных рисках, которые возникнут после принятия этого закона и начала правоприменения. В Москве прошел 10-й международный форум «Наука на благо человечества», организованный ЮНЕСКО при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российского фонда мира и Российской академии наук. Участие в форуме приняли более 300 выдающихся российских и зарубежных ученых из более чем 50 стран и 30 университетов. Главными темами обсуждения стали роль науки в цифровом пространстве, взаимосвязь науки и гражданского общества, наука и этика в современном мире. О форуме рассказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Иван Иванович, глубоко уважаемые дорогие коллеги, 26 и 27 ноября в Москве, триумфально, по-другому не скажешь, прошел 10-й юбилейный форум ученых ЮНЕСКО «Наука на благо человечества», Владимир Вольфович Жириновский неоднократно в десятках своих выступлениях обращал внимание на то, что мы должны больше заниматься вопросами научной дипломатии, что служит мощным положительным фактором, фактором положительной обратной связи на стирание искусственных разделительных линий, которые проводятся сегодня нашими, как я их называю, стратегическими друзьями на Западе против России. Мы собрали, вопреки ожиданиям, в том числе и ЮНЕСКО, которая является организацией, под патронатом которой проходит этот авторитетный форум, более 500 золотых умов человечества, несколько десятков иностранных членов Российской Академии наук. Кроме того, мы сумели, мы, Российский фонд мира, вместе с Российской Академией наук, выиграть этот форум, грант на его проведение, кстати, мы провели это целиком за свой счет, так что грант это без копейки каких-либо внешних средств. В России хотя более 20 стран претендовали на проведение этого юбилейного форума и провели его по своей повестке. Ни один из ученых, заявившихся на форум, не снял своего участия. Напротив, приехали больше участников, чем предполагалось. Кроме того, мы сумели собрать достойный состав с российской стороны. Мы, академики Александр Михайлович Сергеев, президент РАН, Александр Аганович Чеборьян, Александр Александрович Дынкин, Андрей Афанасьевич Кокошин, Юрий Юрьевич Балега и многие-многие другие, почти 100 академиков приняли участие в разные дни. Но главное не в этом. Ученые в своих выступлениях, представляющие разные страны мира, говорили о вывихнутости, архаичности, необоснованности санкций, которые применяются сегодня против России и о необходимости более широкого применения инструментария научной дипломатии для того, чтобы эти неразумные санкции были сняты. Дорогие коллеги, действительно, в новейшей истории России не было столь авторитетного международного научного форума и я горжусь к тому, что имею вместе с коллегами, друзьями и партнерами сопричастность к его организации. Нам удалось на разных секциях, в том числе и на секции политической, которой руководил наш российский политолог Федор Лукьянов, добиться четкого вывода, который прозвучал на весь мир, о том, что научное сообщество, мировое научное сообщество выражает свою обеспокоенность в связи с участившимися случаями введения санкций против некоторых стран, тех стран, которые не укладываются в модели миропорядка, которые индуцируются сегодня на Западе, прежде всего в модель однополярного мироустройства, которое уже в разных странах мира, в бывшей Югославии, в Ливии, в Ираке продемонстрировали свою вывихнутость, свою необоснованность и, конечно, всяческое отсутствие здравого смысла. Ученые, специалисты, казалось бы, в областях весьма далеких от политики, например, Нобелевский лауреат в области изменения климата Рикардо Валентини, постоянный секретарь Французской академии наук Элен Карер-Донкос, женщина с русскими корнями, в следующем году ей 90 лет, автор многих монографий по истории России, говорили о том, что сегодня необходимо больше сотрудничать с Россией, и не только в научной, а во всех плоскостях, сегодня необходимо создавать вместе с Россией безопасную и стабильную мировую архитектуру 21-го столетия. Сегодня в Государственной Думе в рамках пресс-подхода депутат от ЛДПР Василий Власов говорил об отмене транспортного налога на автомобили старше 10 лет и стоимостью меньше миллиона рублей, а также прокомментировал ближайшую встречу рэп-исполнителей с парламентариями в Госдуме в рамках круглого стола, где обсудят ситуацию вокруг отмены концертов рэперов в России. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы обратились к министру Мантурову с инициативой, чтобы правительство рассмотрело возможность отмены транспортного налога на автомобили старше 10 лет и стоимостью меньше 1 миллиона рублей. Не первый раз обсуждается в Государственной Думе эта инициатива. Чаще всего она связана с полной отменой транспортного налога. Это один из законопроектов фракции ЛДПР. Проблема же лишь заключается в том, что правительство всё время говорило, что нет денег, к сожалению, не может пойти на такие экономические меры. Поэтому мы на обсуждении на многих круглых столах приняли решение, что стоит выйти с инициативой об отмене транспортного налога на автомобили старше 10 лет и стоимостью меньше миллиона рублей. Почему? Да потому что на сегодняшний момент огромное количество людей, которые приобретают автомобили БУ, достаточно большим возрастом и большим пробегом, и, конечно же, небольшой стоимостью, они это приобретают не от хорошей жизни. И чаще всего, если мы говорим, допустим, про Дальний Восток, это связано с особенностями регионов, это связано с тем, что огромное количество праворуких автомобилей, допустим, заводится из Японии, допустим, и других стран. И получается так, что они должны платить иногда абсолютно такой же транспортный налог, как платят владельцы новых автомобилей. Почему человек, который покупает автомобиль за 6 миллионов рублей внедорожник, и человек, который такой же автомобиль, только там 12-летней давности покупает за 600 тысяч рублей, должны, исходя из одной мощности этого автомобиля, платить один транспортный налог. Мы считаем, что это недопустимо. И, конечно же, фракция ЛДПР будет настаивать не только на отмене транспортного налога для автомобилей старше 10 лет, но и вообще на отмене транспортного налога. И второй момент, который я хотел бы озвучить, это завтрашнее мероприятие, которое будет проводить молодежный парламент. Для диалога в Государственную Думу будут приглашены известные рэперы, известные представители музыкального сообщества, молодые депутаты. Я думаю, что огромное количество представителей молодежи и представителей наших законодателей позволит все-таки найти какой-то консенсус, потому что каждый день водоражат СМИ. Ситуации связаны с рэперами, с хаски, с отменой концертов, с различными матерными высказываниями, которые бывают на различных концертах. Вот я думаю, это все с удовольствием мы обсудим на мероприятии, которые пройдут завтра при поддержке молодежного парламента. Спасибо. Мы продолжаем прямой эфир программы «Молния». Владимир Жириновский посетил открытие 9-го международного форума за здоровье и жизнь в экспоцентре. Парламентарий высказался по поводу вреда самолечения. Из всех министерств, наверное, название ведомства – это самое лучшее. Охранять здоровье. Такое сочетание, оно спокойных овостовало. Здравоохранение, чтобы это было все-таки более понятно. Но мне лично ближе, конечно, к социальному. Тут стоят прекрасные специалисты, доктора медицинских наук, врачи, руководители целых медицинских центров. А вот социальному. И университет международного. Вот я сегодня ехал, практически ни одна аптека не работает с 8 утра, все с 9. Ведь после выходного дня накапливаются какие-то моменты, связанные со здоровьем. И рано утром гражданам надо было получить какую-то помощь, купить какое-то лекарство. А в 9 они должны быть на работе. Надо посмотреть международного. Если во всем мире все аптеки открываются в 9, ради бога. Но у нас и не есть, но дежурная, для дежурной доехать больше, чем на работу. Это вот социальный аспект. Дальше, конечно, социальная реклама. Но мы, наверное, должны вместе добиться, чтобы не было никакой рекламы лекарств. Ибо, насколько я знаю, половина людей занимаются самолечением. И все отрицательные последствия от самолечения. Ибо человеку трудно поставить правильную диагностность. Он вспоминает, что было где-то 20 лет назад, давно уже все изменилось, и он там, поставил. Тоже момент такой, чтобы это тоже во благо было. Вот нам нужно остановить. Деньги в вопросах здоровья. Для этого надо платить врачам как можно более высокую зарплату. Чтобы они, получая высочайшую зарплату, из всех, как говорится, других категорий работающих, но при этом граждане бы имели определенные гарантии. Гарантии. Или за них платят их касса, страховое, какого страхового общества, значит, какие-то другие структуры. Чтобы малоимущие не страдали. Он может всегда квитанцию оплатить услуг врача, отнести в свою страховую компанию и полностью получить 100%. Получить в аптеке любое лекарство платное, но копию, или сам чек отнесет в ту же страховую компанию, ему заплатят за это лекарство. Именно малоимущие, чьи списки будут в страховой компании. И богатому стыдно будет идти, так сказать, просить обратно. Вот эти аспекты, они бы могли бы принести пользу. То есть тишина. Нас всех должна привлекать. Убрать рекламу любых лекарств тоже. Вот сейчас нам в Новый год приближается. Человек каждый день говорит, шампанское надо купить. А зачем ты об этом говоришь вообще? Многим вот не хотят покупать шампанское. Какую-то там индейку там зажарить, еще что-то. Причисляется пища. Я бы запретил бы рекламу продуктов питания. И там так показывают, что человек начинает аппетит, взыгрывает. Он кушает больше. Там миротор. Дети прям давят с этим куском мяса. Они так делают красиво, что и взрослым уходится кусок миротора. Схватить-то, сжевать его. Зачем? Пиво прям пенис. Все, наверное, льется рекой. Я видел за рубежом просто бутылочка появляется с названием и исчезает. Секунда. Там, где все-таки еще разрешают рекламу пива. У нас по-русски все. Так что просто река течет, и каждому хочется бежать и прыгнуть в эту пивную речку. Это вот социальные аспекты. Я ответственно заявляю, ни один депутат фракции ЛДПР не курит и не употребляет алкоголь. И мы поставим задачу, чтобы и в Кремле, когда президент награждает, говорит, ну а в конце по традиции и выносит всем шампанское. А смотрят дети, считают, да это же традиция. Давайте мы будем пить также фужер. Не надо этого. Снимите съемку. Останется там президент с награжденным, пускай пьют фужеру шампанское. Зачем всей стране? Показано. Ведь мы же начали борьбу с курением. Посмотрите, все меньше и меньше людей курит. Мы полностью поддерживаем Минздрав, чтобы не надо восстанавливать комнаты для курящих в аэропорта. Не надо восстанавливать продажу алкоголя на АЗС. Мы поддержим полностью, чтобы знали все наши чиновники, что есть такая группа депутатов, которая во всем поддерживает Минздрав. Я пожелаю, чтобы данный форум был, может быть, не один раз в год, может быть, два раза в год. Лекарства хорошие, врачи хорошие. Но желательно, чтобы закрыть все больницы и аптеки и с той точки зрения, что не нужны они будут. Это, конечно, нереально. Они будут нужны. Потому что мне об этом думал человек. В какую поликлинику бежать, в какую аптеку бежать, в какое лекарство. Так сегодня я. Смотрите, в 9 утра только в 9 начали работать аптеки. А что не раньше? В 8 утра давайте, в 7 утра давайте, в 6 утра, чтобы помощь была оказана своевременно. Поэтому блестящий форум мы поддерживаем и дальше готовы поддерживать. И нам всем это выгодно. Воюют больные люди. Войны устраивают больные люди. Здоровые люди никогда не будут устраивать войны, провокации, и чтобы люди не погибали. Когда здоровье у него пышет, здоровье, какая война, он наслаждается жизнью. Когда жизнь не удалась, и карьеры нет, и денег нет, тогда он идет туда, где можно хоть чуть-чуть побуянить, пошуметь, но он как бы себя проявит, покажет. Поэтому богатые культурные страны никогда не воюют. Поэтому я предлагаю, чтобы мы больше внимания уделяли здоровью, и тогда у нас будет более спокойная жизнь, и нам всем будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Госдума Российской Федерации единогласно приняла накануне заявление в связи с обострением ситуации на Украине. Парламентария обеспокоена нарастанием военной угрозы со стороны киевских властей. Владимир Жириновский напомнил, что ЛДПР еще 20 лет назад призывала не ратифицировать соглашение о дружбе с республикой. Принятие подобного постановления правильный, но несколько запоздалый поступок, отметил парламентарий. Что касается самой темы, то здесь ровно 20 лет назад в этом зале я просил не ратифицировать договор о дружбе. Теперь перед всем миром Порошенко рвет его, нас с вами унижает. Хорошо, через 20 лет фракция ЛДП просит обратиться к президенту приостановить действие договора, не продлевать его. Опять мы молчим, и теперь Верховная Рада примет решение. И в апреле 2019 года договор перестанет существовать. В принципе, это хорошо, поскольку отменяются все обязательства, вытекающие из этого договора. И самое первое, это признание границ. И вообще все, что произошло после 2019 года. Раз нет договора, значит, все остальные акты тоже можно считать, если они были связаны с договором. Но опять все-таки поверхностный подход. Я не буду называть фамилии, кто об этом говорит, в том числе сейчас в этом зале, и вся эта пресса. Привязались, вот, не состоялась встреча двух президентов. Да никакой связи нет. Вы даже сегодня не можете понять глубинные причины. А с ним не было этой связи, Дональд и Путин. Что думаете, не было провокации? Она запланирована. И никакой связи нет, кто-то с кем-то будет где-то встречаться. И хотел бы я отсюда обратиться к чиновникам администрации президента. Не надо заранее говорить о встрече. Когда пройдет, сообщите миру. Вот там, вчера состоялась встреча двух президентов. Нас же унижают. Вот готовят, все, встреча, русские рады, все, все, все. А вот не будет встречи. И мы в дураках. Зачем поднимать вопрос? Хочет встречаться? Пусть время. Определите, встречайтесь, а потом объявляйте. А то весь мир на ушах. Вот, все, он не встретился, он не пожал руку и так далее. Где элементарный протокол? Барахлит. Каждую минуту встретиться, не встретиться, встретиться, не встретиться. Ну что это? Казино какое-то, что ли? Ну где вообще уважение к собственной стране? Кто хочет, пускай приезжает в Москву. И мы вас встретим здесь. Все. Даже в Вашингтон лететь не надо. Чтобы там не было провокации, а то на середине пути самолет повернут обратно. Что принято решение вас не принимать. Сюда. В Москву. Как Никсон сидел в гостинице «Националь». И ждал, когда Брежнев его примет. Он ждал, когда Брежнев согласится его принять. Вот гостиница «Националь». Поэтому причина другая. Это сценарий. Я здесь уже говорил вам. Резкое обострение вплоть до войны июнь 16-го. Отложили. Потому что мы начали хорошую операцию в Сирии. Июнь 17-го. Отложили. Мы побеждаем в Сирии. Июнь 18-го. Вот. Не стали делать. Подогнали. Вот декабрь. Ноябрь 18-го. То есть сценарий довести дело до войны. И на Украине он пошел. Военное положение. И будет продлевать. Он молодец, Порошенко. Мы должны быть благодарны. Он указал те области Украины, которые должны отойти к России. Вот те 10, которыми мы руководить не можем. Это Новороссия. Это все приграничные. И Чернигов, и Сумы, русские князья из Пскова в Константинополь основали. Какая Украина? Близко духа не было. Это был 13-й век. И так далее. Поэтому, конечно, это все делают англосаксы. Есть высказывание лорд Пармстон. Как плохо жить. Нет войны с русскими. Как война начинает. Англия оживается. Наполеон стравили нас. Видите? Молодой царь убивает родного отца. И начинает войну с Наполеоном. Наполеон не хотел с нами воевать. Это англичане сделали. Крымская война. Англичане сделали. Первая мировая. Англичане. Вторая мировая. Англичане. В Афганистан мы вошли. Это все английские следы. И сегодня. Украина, это англичане. Там сидят спецназ Британии. И все там руководит уже. Американцы не будут. Они будут потом считать доллары. А все делают британцы. Англосаксы. Какая нам разница? Все это англосаксы. И они уже много лет. Они Украину называли дровами. Что Украина это дрова для войны с Россией. Украина это навоз в Европе. Надо вычищать его, так сказать. Но все равно это славяне. Они не могут им как... Ноги от них вытираю. И они все равно будут лезть туда. На запад. Куда это, так сказать. Да, прибавьте. Это что такое вообще? Надо же вскрывать корневые причины. То есть война с Украиной запланирована. И она будет. Если начнут бомбить наши пограничные города, мы будем вынуждены ответить. И говорить холодной головой. Это нужно было сто лет назад. Холодной головой. Не совершать Октябрьскую революцию. Не было бы гражданской. Не было бы Второй мировой войны. Ничего бы не было. Русский царь бы сидел сейчас в царском селе. Вот тогда нужна была холодная голова. По указке английского посла совершена Октябрьская революция. И заплачены немецкие деньги, доллары. Все проплачены были. Все революции, которые совершены были в России. Все специально делалось. Забрать территорию. Забрать ресурсы. Уменьшить резко русское население. Остальные с удовольствием руки вверх поднимут. И вы увидите вашу дружбу народов. Кавказ дружба народов. Тракторист, герой труда. И начинает резать головы русским солдатам. Это дружба народов, что ли? У меня корреспондент в кабинете упал. Когда я ему показал снимок, когда боевик на Кавказе разрезает горло русскому солдату. А вот дружба народов. Сегодня уже убивают тысячами русских на Украине. Все у вас в голове дружба народов. Поэтому это большая война. Это третья мировая война. Она идет. Эта встреча это минимальный эпизод. Войска все больше и больше входят на Украину. Все больше и больше мобилизуется население Украины. В этом же вопрос. А мы упираемся. Вот они сделали сорвать встречу. Слушайте, при чем здесь встреча? Слушайте. 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 Слушайте.